всем привет друзья и эти выпуск да так случилось что мы по количеству негативных комментариев поняли что эта рубрика не залетает совершенно и поэтому вопреки продолжаем ее снимать потому что как вы помните мы не заканчиваем бюджетировать это прекрасное шоу а что негативные отзывы 200 дизлайков при 500 лайках как тебе вот так себе лучше тысячи слов они на самом деле вопросы скорее всего рекламу крутим на женщину которых месячные понятное дело что не в руку реально причем скорее всего реклама таргетирована именно на тех женщин у которых первый день месячных то в под то в жар то в холод бросают хочется съесть баклажан за есть его арбузом и тут включается ухо-нос и она типа думает а мне это все нужно ну что же мы начинаем девушка что у тебя там по новостному фону coinbase лег джемини лёг кракен лёг white beat не лёг а я понял это моя stories я не дописал там еще ftx лег и битфин лег тоже да делайте выводы рейтинги куплены рейтинге в натуре куплены обе площадки не будем называть их как бы в суе принадлежит это обезьяне которая вот это вот расчищивает банан и скоро его это для графика дизайнера графического дизайнера а графолога дизайнера вот тебе нарисуют на голове чувствую верховная рада приняла законопроект о виртуальных активах теперь украинцы могут официально продавать покупать и хранить крипту поэтому встречаем с хлебом и солью большие крипто биржи на нашей территории кто встречает вот он кстати автор статьи интересно мне знать за получил китайскую посылку пасхалка я уверен на 110 процентов что для хайпа на фоне вот этой всей истории после появится налоговая база налоговый фундамент под этот закон и появятся подзаконные акты позволяющие регулировать эту всю историю нам по-любому ломанутся всякие ребята не будем называть их имена бинанс например например и соответственно конечно же будут здесь регистрироваться и получать лицензии я уверен на 110 процентов всем этим компаниям дадут у нас лицензию скорее всего для этих компаний это будет первая лицензия потому что например тот же бинанс как бы как оказалось не имеет нигде лицензии не в гонконге не на мальте а тут он получит первую лицензию не задорого в личной не не будем не будем наговаривать они получат может быть лицензию для того чтобы хайпануть потому что никто не разбирается что это как бы как бы ну такой типа немножечко скамовый такой проектик и конечно же они получат лицензию и как бы и министерство какое-то на этом хайпанет и скажет вот смотрите к нам пришли китайские инвесторы что это будут за компанией инфа китайской как они как они будут регистрироваться в нашей стране как это будет регулироваться и проверяться тоже непонятно так как мы говорим как бы все-таки о нашей родной любимой стране я предполагаю что скорее всего это будет какое-то какая-то компания например с китая нет это будет какая-то местная компания должна будет зарегистрировать здесь представительство а у него если за какие-то там да ну ты понимаешь чем суть скорее всего у этого представительства будет какой-то фунт можешь есть какой-то ты понимаешь terms of use и terms of service на бирже будет написано что эта площадка да мы не несем ответственности не несем ответственность это полбеды просто я очень слышал много информации о том что вот теперь можно будет там подать в суд там и так далее и тому подобное я ребяточки вам скажу так если в украине будет зарегистрирована компания binance и собственником или соучредителем этой компании будет чизет я заберу все свои слова до последнего назад извинюсь и скажу ребята таки да на ним они по-честному как бы только именно тот чизет а то знаешь на выборах как бы появляются три-четыре одинаковых фамилии юлия владимирова тимошенко например как вариант но этого мы с вами как бы ребяточки не молодые немножечко прозорливые мы можем посмотреть в будущее на пару шажков хотя бы вперед кто-то из нас даже в шашки играет профессионально и соответственно понимать что как бы так не будет будет какой-то чувачок но нэмчик какой-то непонятные местный локальный украинский в рамках обслуживания этих клиентов украинских клиентов биржа добавит эту юрисдикцию в terms of use terms of service в праве си полисе и так далее они напишут что да у нас из украины обслуживается восемь с половиной клиентов они купили криптовалюты на двести пятьдесят семь ривен вот ваши долгожданные налоги отраслевые сколько там пять или десять процентов от этой всей будьте добры пятьдесят четыре гривны получите развившись и вот этот вот прекраснейший молодой человек наш украинский местный грудью защищающий финанс не китайская биржа просто защищающий биржу какую откуда-то вот он как бы защищая грудью значит эту историю пойдет и заплатит 54 гривны налог вот интересно как они сейчас рекламу в киеве а еще зачем мне интересно как они рекламу оплатили как просто вот так то есть кто-то просто захотел рекламировать binance ну да а ты что не знал вообще что в принципе можно просто позвонить рекламную кампанию заказать все бейборды просто попросить у них же никто никогда не просит обычно не просят деньги а то это можно бесплатно волшебное слово никто не говорит пожалуйста если ты позвонишь рекламную кампанию скажешь не могли бы вы пожалуйста разместить рекламу на всех бордах уважаемый как вас там зовут пожалуйста все это слышит пожалуйста нет не нужно больше слов кладет трубку хоть кто-то культурный и да хоть кто-то да и как бы понеслась это момент номер один и знаешь еще что по поводу вот этой всей истории законом все очень круто и очень рад что мы практически на передовой вопрос в следующем а будут ли защищаться интересы украинских компаний в рамках новой вот этой всей истории вот например есть там биржа куна например михаила мы приглашаем еще раз нам на съемки гагарин шоу будем очень рады вас видеть мы еще с вами очень похожи пожалуйста в личку и он не отвечает в личку может мне его написать давай я напишу он подумает что-то он сам себе пишет да ты ему напиши я согласен и в тайм-тейбл ему да будет ли защищаться интересы бизнеса украинского или его похоронят ввиду того что просто откроют калитку для всего сброда который сюда ломанется первыми сюда ломанутся биржи с сомнительной репутацией биржи у которых нет нет да и проскакивает какая-нибудь блокировка какого-нибудь аккаунта на сатэн на сатэн на миллион у кого какие ставки так рекламный бюджет на на украину так а а давай василий филипповича заблокируем у него сотка есть дезорезин конгрессмены сша подарили зеленскому книгу с названием черепно-мозговая травма что конгрессмены сша подарили зеленскому книгу как черепно-мозговая травма это бред какой-то отвечает а кто-то разыграл и зеленскому понял написал 10 в личку понял 10 он через конгресс ребята я считаю что надо подарить президенту украины книжку вот такую-то такую-то сюда что это означает это все в порядке это говорит что мы сильная нация вы развиваетесь ну по мы патриоты все ряд ну да классно надо дарить и подарили и потом вот эту бабу просто в конгрессе просто на заходит конгресс и все таки а а а дура ты видел что ты подарила тупая овца не ну слава богу что нашего президента с чувства юмора все в порядке я думаю он конечно крикнул немножко с этой истории про себя да как-то легкая ора такое проскочила жители львовщины жалуются на мужчину который организовал нелегальное кладбище на их огородах и тайком за деньги хоронят там людей это отличная новость вообще это супер на самом деле похоронный бизнес это огромная теневая индустрия в которой огромные бабки я на самом деле честно говоря вот этот вот весь ажиотаж насчет мест на кладбищах не совсем понимаю потому что каждый раз когда еду по просторам нашей необъятной родины наблюдаю охране до абсолютно огромное количество несметная земель которая вообще в принципе не юзаются никаким образом у кладбища есть какая-то наверное ну типа нравится вашу правильная штука было кладбище чтобы вот эта часть земли было кладбище что нужно мою часть земли ну вот туда я показал пускай твоя часть земли будет так самое интересное что этого мой предпринимателя у него было кладбище и он подавал в львовские гор или облраду там документы что ребята мне надо расширяться они видимо требовали бабки он думает ах вы такие но я пока буду хоронить она пусть пока документы там согласовываются и на хранил еще туда чуть-чуть там 200 могил захватил чуть-чуть там вот как бы а сейчас пришли люди соседних домов а я так это же наша территория а как бы закон то запрещает просто так выкопать останки ему ранее грозит знаешь что 100 необлагаемых минимум знаешь сколько это 1700 ривен или шесть месяцев условно выкопали предпринимателя сержа или он вид клин знал бы на хранил бы на двушку где-то еще просто туда катил бы улица полоса бы ушел вообще смело так всем удобно уже до хранился скидкой понимаешь экспресс похороны извиняюсь за такую тему может быть но как бы в прецедент был кто виноват непонятно но суть в том что была такая ситуация не просто на самом деле разница в бизнесе между допустим украина и германия в том что как бы немец бы остановился на порой начать его обратную сторону чертег лавча да и начал бы думать типа как модернизировать процесс а этот просто продолжил чужого да и подал документы параллельно думает там согласует там еще дать обращал соседка в параллели там окучивает помидорные грядки а он тут параллели на ее же охороде она ведь хорошо помидоры что растут и давай чернуха и растет мэр франковска пообещал выплатить 100 тысяч гривен первой женщине которая забеременеет после к вид вакцинации милая бронятся только тешится у него с подругой с его скорее всего они планируют baby к вот она сделала вакцинацию и он хочет протестить просто в на ивано-франковском жители за 100 косарей то есть и покинуть трешку просто потестить вообще на людях посмотреть как она вообще вот потом он предложит типа это это игра понял квест целый уровень до 1 уровень потом еще будет satan типа за первый год кормление грудью не за роды еще за роды полтинник закрепление грудью сотка потом за первые q-тест в пять лет еще суд то есть это короче он он геймер получается он получает зайтишник это стезя пошла они я просто чувак из файзера сидит такой думает на ком же потестить у меня есть кент из ивана франковска даму 20-го братик слышишь ну а так же вот на верочку чтобы вот такую ку-ту исполнили вот именно что ну например царе дарья есть рекомендация не рожать уколовшимся вот сколько сколько ты думаешь можно предложить у вас там ребятам чтобы укололась женщина и родила после прививки сколько три тысячи долларов то не не 3 3 300 нет он горит 50 тысяч долларов то есть 50 подходит и назначает награду в трешку хоро берет аванс ну за 10 уголов но все бизнес 500 и вроде и коррупция вроде и нет новый 223 майбах отправляются его на франковскую область я абсолютно точно за вакцинацию то есть вакцинироваться нужно вопрос когда и чем смотрите то есть получается я представляю себе как бы я не медик я вот смотрю на нашу на наши и подразумевая мировую как бы да буду медицинскую в наш промышленность и понимаю что у нас есть достаточно большое количество бед всяких разных так таких как рак всевозможных формаций на таких как вич и так далее и тому подобное и вот прикиньте мы с этими штуками живем уже по тучу лет но по крайней мере да там про тот же вич активно говорим 30 лет да там или 40 уже и лекарства от них нет 2020 году появляется ни с того ни с сего какой-то ультра страшнючий убивающий вирус и пацаны за полгода в разрабатывают вакцину во всех странах во всех странах все сразу резко разработали вакцину я за то чтобы вакцинироваться но лично я считаю что вакцинироваться нужно тогда когда мы поймем все последствия когда родятся какие-нибудь дети у женщин с вакциной ваша это файзера предварительно застраховался как бы сказал что лучше не колоть они почему сказали лучше не колоть тем кто еще не рожал потому что если случится выкидыш у тех кто уже рожал то пипец как бы им не так обидно будет что у них уже есть как бы живые рожденные дети а у тех у кого это первенец как бы но это вообще трагедия как бы получается такая не очень и соответственно они так немножко тылы прикрыли тут же все логично как бы ничего не надо выдумывать вот и фишка заключается в том что надо обязательно колосса на обязательно вакцинироваться на прошедет от безопасность людей вокруг и так далее но но словно какая тюмы от столбняка да 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 но я считаю я придерживаюсь такой точки зрения чтоб надо настояться этой всей истории немножечко поехали дальше микроавтобусы у вас 2022 года получат освещение салона это опция ранее предполагалось только на экспортных модификациях автомобиля но фактически никогда не применялась через несколько месяцев все изменится завод объявил обведение трех ламп освещения салона да 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 это не не вранье не буду лишь это пить но это рестайлинговая модель уаза предзаказы на трех ламповую версию уаза можно уже сейчас размещать в автосалонах уаз вот где ты а то знаете да с улыбкой встретит роскошная девочка менеджер а ты знаешь что сама ведет тебя к сейлз в сейлз отдел департмент там в сейлз департмент там встретят менеджеры вы сможете обсудить двухцветную покраску кузова эта опция кстати доступна только на уазе и на майбахе и на випе потом соответственно можно как опцию опять же добавить трехсветную подсветку салона скорее всего это не будет базой скорее зато колесо сзади можно будет прикрутить чтобы за запас кире смотри скорее всего я думаю что с этой машины можно будет только что-то открутить или они будут опция добавить ну потому что просто понадобилось 40 лет для того чтобы добавить третий плафон поэтому я очень сомневаюсь что даже в в исполнении заказном как бы уже дыма наша сама обидно что азыч когда я буду продавать на вторичном рынке на авторе а вот эти владельцы вот этих уазов 2022 года будут писать полный фул реально три плафона а владельцы предыдущих уазов 2021 года и всех до 1600 будут себя чувствовать ущемленными тестов партия будет и по 15 тысяч штук и их раскупят еще заказа будет на 100 тысяч пошел госпредприятия заставят выкупить нахи вот этот ровно и цена на предыдущий у вас обвалится обвал цены поэтому дорогие подписчики если среди вас есть оунеры уазисты вообще у вас до 2022 модельного года ребята скидывайте базах баски давайте скидывайте свои машины как можно скорее потому что у нас во дворе что стоит у нас коллекция этих и машин стоит я только сейчас понял а так они стоят ждут рестайлинга просто раньше в уазе нельзя было заказать какую-либо опцию и соответственно ему приходилось каждый год покупать у вас из надежды так он покупал у вас смотрел на потолок там нет третьего плафона или он покупал вас брал тряпку и после покупки стер по центру все еще без плафона пробует еще следующий год вы тысяч не было вообще а ешкин матрешки сфоткайте пожалуйста вот это вот наш но это графил графер можешь пожалуйста вот это хотя бы ты реально напрашиваешься на член на голове так и зачем она мне сказала что он не дразнит любаше тоже подрисую что-нибудь миша крупен вновь отправиться в тур по украине видео смотр я в красном бархате ты вся шикарная это в этом предыдущий миша вообще безграничная любовь еду на гастроль не мешание мешание лучше вообще просто миша просто from hard ребята вы на самом деле я понимаю что вы смотрите на крысу и так далее но вы же наверно догадались что наша заставка написано вот прекраснейшим прекраснейшим человеком миша крупный он просто мастер спорта вот этой вирусной какой-то вот этой мелодии какой-то него ультра талант я не знаю как он это делает миша красавчик через 20 лет в украине может не быть зимы причиной тому в гидрометцентре называют глобальное потепление которое с каждым годом ощущается все больше самое главное самое главное самое главное что вывод о потеплении наш гидрометцентр строит на ощущениях то есть нет каких-то данных метрик и оборудование которое четко показывает потепление причиной тому в гидрометцентре называют глобальное потепление которое с каждым годом ощущается все больше это мне а шутка нравилась школе когда директор гидрометцентра не знает когда пойти в отпуск пошу боится прогадать с погодой так ежедневный прогноз погоды они тоже дают по ощущениям если ты не в курсе или вот эта старая шутка знаешь как проверить если но снег на улице или нет выкидываешь кресло в окно если на него падает снег значит идет снег приблизительно так дальше пишется среднегодовая температура за последние несколько лет в нашем регионе увеличилась на 1617 градусов по ощущениям субъективно никаких обязательств точный про прикинь так прикинь вообще на самом деле представь какая уникальная вообще движуха вообще без обязательств чуваки максимально все ходят к ним на сайт вот это у т.п. в лучшем его проявлении завтра bitcoin будет стоить где-то от тридцати четырех до пятидесяти восьми тысяч в этих пределах вечером вот так трейдеры криптовалютные насмотрелись на то как работает гидрометцентр и поняли что человеку не нужно чтобы за что-то отвечали я сказал что будет все смотри плюс плюс минус будет или обвал или рост флета не будет я тебе отвечаю хоть туда хоть туда но ощущениям смотри zero не сыграет это тени казино ежегодно зрение на 10 15 дней увеличивается теплый летний период а зимний сокращается что-то на самом деле я бы посоветовал этому гидрометцентру выйти на улицу по-моему зима наступила резко 1 сентября именно просто зима сразу просто сразу 8 декабря наступила где потепление алло новость для глеба так и написано давай что новость не для передачи для тебя лично прошлом выпуске владимир владимирович носов при прочтении новостей был впечатлен украинской школьницей которая была удостоена звание гения и пообещал подарить ей лэп тап он сдержал свое слово и виктория панченко получила обещанный ноутбук не так и шоу гагарин шоу и ось ведучий керевник шоу носу володимир володимирович до этого свята зробил приемный подарок здравствуйте спасибо большое за такой неожиданный подарок очень приятно что вы обратили на меня внимание этот ноутбук поможет мне сейчас и в учебе и в развитии проекта спасибо огромное ой ты улыбнулся любочка мне надо это срочно в telegram вот я люблю такой патриотизм когда мы круто когда мы поддерживаем когда поддерживаем наши светлые головушки когда мы не трепемся делаем это ребята вот это ребята патриотизм теперь у девчонки прекрасный macbook pro и она будет решать какие-то сложные задачки и развиваться круто классная новость и классное событие но надеюсь что она понимается и мы классно подписывайся на гадиреса подписана не лучше пускай подумает я не хочу во взрослую жизнь какие-то ублюдки да так что же у нас тут далее мы боялись что в школе отберут его да да но ты видишь получается и директор школы и адекватные ребята вот девочка все получила молодцы все без коррупционной составляющей она выкупала ноутбука вдруг ее заставили спасибо вот 38 как этот в беларуси директор стоит говорит так сейчас ты скажешь что ты все получила все в порядке у тебя никто ничего не забрал садись за мой стол ноутбук этот стол больше никогда не покинет ну реально я хочу видео прушить ноутбук дома можно видеть его из дома если родители не в заложниках и подкарательной двойкой видео дома двое родителей паспорта на руках кабмин решил повысить стипендии студентам для студентов университетов их повысят в полтора раза а для учеников учреждений профтех образования в два с половиной раза последнее повышение выплат было в далеком 2007 году так что пора да так это и работает а слушайте а а какие стипендии давид у студентов там не стипендии уже двое 200 инжек полторы тысячи будет 2 200 как с куста 2 250 если быть точным но там коррупционно составлять без разу до себя 50 рублей быстренько на календар так рождя а у тех образования вот этих не гривен 500-700 я читал в тех догонят по сути вышку если не 500 в два с половиной она до 1250 все равно ну там покуривать я получал стипендию повышенную когда поступал это было 120 чем-то эффективная реальная реальная инфляция стране составляет приблизительно 20 процентов если не больше не но я тогда получал стабильных получается 25 долларов 25-30 долларов получал а сейчас они получаются 8 получают с учетом не так они даже сейчас получать всего 60 они но 55 то есть это не вы все нормально мы получали вы получали лучше чем они да потому что чем дальше в лес тем больше дров инфляция опережает все сильно быстрее а еще есть такая поговорка чем дальше в лес тем ближе вылез тоже хорошо но я рад за студентов если это поднятие им подняло настроение то как бы я тоже пусть поднимается по жизни прахом фанат улез выстрелили из конфетти машины во время выступления диджей на фестивале то есть этот чувак попросил после смерти его кремировать и над толпой прах его распылить а людям кайфово прикинь ты потный такой танцуешь и на тебе просто лоб садится прах человека другого не очень тебе даже близкого ну когда-то вы может танцевали вместо песни про пепел вспомнит белый пепел вот я с блин я помню сюда летит за выходят сиров но продолжение этой новости у нас есть центр короче кладбище домашних животных я там когда-то похоронил кошку мы ее кремировали я очень сильно расстроился понятное дело я ее похоронил вот и значит ей там сделали такой типа как саркофаг для праха ну маленький это типа у всех там много таких это не то что мы все представили сейчас пирамиду хеопса это моя кошка лежит нет вот такая типа маленький такой но такой квадрате где-то такой там стоит такая урночка и мне звонят сегодня и это было вот так сколько-то лет назад на три года назад это было сегодня мне звонят и говорят здравствуйте у нас для вас супер предложение по специальной акции продлить на 10 лет пребывания вашей кошки в этом саркофаге всего лишь за 3 440 я думаю повезло не хватало только еще фанфар каких-то татаро татаро сегодня только сегодня вы можете продлить прах своей кошки на 10 лет за три четыре за сорока не рада слона да довольно такая типа же сэкономил значит заработал понимаешь она подумала что его так должно отреагировать но я оплатил да на 10 лет акции или как так у вас больше не будет только три дня что они делают с прахом тех кто не оплатил выстреливают на концерте над толпой не бойтесь это бесплатный прах у хозяев этих животных нету денег себя спрашивать шестовый серенький как мышка это не мышка это кошка всего нас и детки злые шутки новости с того света да давай хлебчик твоя новость я забыть издать шотландии вводят четырехдневную рабочую неделю жители страны получат дополнительный выходной но зарплата останется прежней четырехдневка вот прикинь ты понедельник-вторник работаешь всегда выходной 4 пятница работаешь суббота воскресенье выходной мне кажется круче же пятница была выходной тогда вся работа не возобновится не как-то ким четверг уже как бы с половиной дня но уже как бы выходные не знаю вам мне кажется реально а в таком графике диспропорция понедельник-вторник рабочие среда середина недели то есть наделит пятидневку как бы на два блока четверг маленькая пятница и пятница понедельник мои если четыре рабочих дня то что получается уже получается вторник маленькая пятница ну да и и влачая сообща не вводят однодневной рабочую неделю понедельно платить будут как и раньше понедельник дай бог что вышли не только если три дня будет но прикинь они по ним они три дня просто они спьют прикинь там как пьют шотландии искали они просто лучше как ним и ну да ну в четверг они начинают уже где-то часов четыре вообще шотландцы работают я не понимаю в горах весь делаю что весь мир а виски да все все вся шотландия зала только этим но они они буха когда делаешь виски и грех его и не попробовать нож они в отличие от на себе они еще но овчинка что нехорошие выделки стоит стоит да сегодня вышел трейлер матрицы да мы еще стали кино обзорщиками до когда момент 16 декабря только выйдет капец заработают они много денежек особенно если все кинотеатры будут закрыты на карантин я бы на их месте если фильм реально есть выпускал бы его завтра просто завтра потому что она реально сейчас через месяц опять скажешь этот к вид бушует по планете закроет на все кинотеатры они этот фильм будут друг другу показывать но своим родственникам может еще покажет кассовые сборы будут гривен 800 надо пересмотреть матрицу для того чтобы раздуплиться давай на работе да конечно чем еще на работе заниматься кроме как матрицу пересмотреть это просто предложение человека который четвертый раз за месяц в отпуск уезжает я короче представьте иду по коридору на работе и мне как бы как какая-то матрица посылает сигнал что типа надо выпустить кофе из руки я еле успел себя словить на мысли что это какая-то блюдовая остановил себя и удержал кофе представляете то не от нервного перенапряжения наверное скорее всего просто рука хотела разжаться с кофе странное дерьмо но матрица существует типа на самом деле я вот почему не устаю потому что там программа так она и писала такая и все вот как программе написано нейросеть сказала нейросеть як малый сказал малому что и малый малому скажи хай малый свой класс покажи все вот и все ставьте лайки колокольчик поставьте обязательно чтобы не пропускать выпуске теперь у нас 4,4 рубрики контента выходит много графический дизайнер лучше из лучших пишите комментарии даже если они гневные мы просто понимаем что вы недоносок и все что по поводу лайков ставить не ставить лайки желательно ставить конечно графический дизайнер что тут можешь добавить такой большой мигающих на лбу углевом если они составят труда что-то типа похожее на член например